Сильный колдовской дар, опыт работы в медицине и брутальная внешность Константина Гецати помогли ему стать победителем 18 сезона битвы экстрасенсов на ТНТ. Несмотря на то, что Гецати старался максимально скрыть информацию о себе, мы все же смогли узнать для вас самые интересные факты из его личной жизни. Итак, биография Константина Гецати. Настоящее имя Константина Гецати – Таймурас Константинович Гецаев. После переезда в столицу официально сменил имя на более привычное российскому слуху Тимур. Константином его нарекли духи почти за год до участия в шоу. Гецати же так звучала фамилия рода аланских магов сотню лет назад. Смену фамилии Константин называет акцией восстановления исторической справедливости. Родился 10 июля 1987 года в поселке Отрожной на Чукотке. В 90-х населенный пункт был ликвидирован, закончились запасы добываемого в нем золота. Семья перебралась в поселок Угольные Копи. Сейчас Константин практически не мерзнет. Говорит, что тому, кто гулял на улице в мороз минус 40, московские холода не страшны. В 2001-2002 году Гецаевы снова переехали на этот раз в Северную Осетию – село Камбелеевское. Родители Таймураса – чукотские осетины. Мать зовут Залина. Она работала экономистом, сейчас на пенсии. Отец Константин Кайдукович Гецаев по сей день работает хирургом. Есть младшая 1991 года рождения сестра Елена, с которой Константин поддерживает дружеские отношения. Магическим даром она не обладает. Работает гинекологом в Москве. В школьном возрасте увлекался игрой на гитаре, посещал соответствующую секцию. Возможно, такой интерес был обусловлен не только любовью к музыке. По слухам, Константин был влюблен в преподавательницу, занимался боксом. После окончания в 2004 году общеобразовательной школы номер 3 отправился во Владикавказ, где получил высшее медицинское образование. Затем в 2011 году переехал в Москву, где проходил подготовку в аспирантуре на базе НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина. После аспирантуры работал сначала в государственной, а потом в частной клинике. По специальности Константин является детским урологом и андрологом. Как врач Гицати довольно востребован. Оставлять медицинскую карьеру он пока не планирует. Маг по сей день не работает в клинике. Его отпуск продлится до завершения съемок в шоу. На данный момент работает в медицинских центрах семейный доктор и альтернатива. Хобби. Увлекается коллекционированием марок, спортом и фотографией. В качестве домашних животных предпочитает змей. Предпочитает немецкие машины всем остальным. Болеет за боксера Мурата Гассиева. Не пропускает ни одного боя с его участием. Гицати много путешествует, предпочитая жаркие страны, пляжный отдых и горы, которые считают местом силы. Рост Константина 188 сантиметров. У него много друзей-знаменитостей. Так, например, мага часто можно увидеть в компании актрисы Ениты Суховой. Любит смотреть «Дом 2». В детстве он мечтал стать актером, но судьба сложилась несколько иначе. Возможно, именно мечты о славе привели Константина в битву экстрасенсов. Не афишируется, но в 2016 году Гицати снимался в массовке для проекта «Большой скачок» в фрагменте о запахе тестостерона. Личная жизнь. Константин не женат, детей не имеет. Зрители приписывают роман Соне Егоровой и Константину, но это всего лишь слухи. И Соня, и Константин неоднократно опривергали их. Победитель 18 сезона всегда был популярен у представительность прекрасного пола, но, по его словам, девушки у него нет. Даже профессор родного медицинского вуза вспоминает о Константине, как о заядлом покорителе девичьих сердец. Он завораживал и прекрасную половину зрителей шоу, и участниц испытаний. Некоторые из последних пытались продолжить знакомство, но Константин такому вниманию не рад. В чем же дело? Давайте вместе с вами разберемся в этом. Сам экстрасенс утверждает, что не влюбляется. Слишком негативным опытом оказалась первая любовь, в 17-18 лет. Чувства оказались невзаимными. И уже 13 лет у Константина нет личной жизни, тем более духи поставили ее наличие под жесткий запрет. Когда придет время, духи позволят магу обзавестись семьей и детьми. До той поры романы находятся под запретом. Это совпадает со стремлением Константина, желающего влюбиться только раз и навсегда. Прорицатель знает, что его будущая жена уже знает его. Сам же он с ней пока не знаком. Участие в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Участвовать в «Битве экстрасенсов» Константина убедил отец, заядлый поклонник проекта. Остальные родственники полностью поддерживают это решение. Уже во время испытания с ширмой Гецати показал себя как сильный ясновидящий. Его видения оказались довольно точными, несмотря на сложность задания. На второй тур попало только 30 кандидатов на участие в 18-м сезоне. Константин стал одним из немногих участников отборочных испытаний, которые сумели найти человека в багажнике авто. Впервые за историю проекта в багажниках машин скрывалось два человека. Ясновидящий не заметил подвоха и обиделся на Сафронова. По его словам, условия задачи должны быть конкретными, четкими и внятными. Гецати называет себя заядлым, перфекционистом и ценителем порядка во всем. Разумеется, у членов съемочной группы возникли сомнения в силе дара Гецати. Для того, чтобы развеять их, он предложил поиск трех человек за те же 10 минут, которые обычно предоставляются экстрасенсом на испытании багажник. Ясновидящий сумел обнаружить только двоих. Впрочем, эта незначительная ошибка ничуть не разочаровала наблюдателей, которые уверены, что именно Константин станет сильнейшим экстрасенсом 18-го сезона. У меня души нет, у меня дух. Гецати стал единственным среди остальных участников, кто смог понять, что мистер Икс не может ходить. Как врач, он неоднократно сталкивался с энергетикой людей с различными заболеваниями и знает их отличия от здоровых на тонком уровне. Константин заявил, что человек с такой энергетикой не способен самостоятельно передвигаться. Нет ничего удивительного в том, что Константин уже после выхода в эфир первого выпуска 18-го сезона битвы обзавелся немалым количеством поклонников. По данным статистики обращений в поисковую систему Яндекс, он опережал по запросам Соню Егорову в 10 раз, но все же уступил победителю прошлого сезона С вами Даши. Семью об участии в шоу Константин не предупредил. Отец испытал настоящий шок, когда увидел сына по телевизору. Он настоящий фанат проекта. Интерес к шоу вызван желанием понять, что происходит с его старшим сыном Константином, какова природа и возможности семейного дара. Потомственный аланский колдун. Константин Гецати – потомок древнего рода аланских магов. Аланы – прародители современных осетин. Их колдовство – одно из самых древних среди всех существующих магических направлений. Оно берет корни из магии скифов, известных своими заклятыми карганами, которые по сей день доставляют немало хлопот искателям сокровищ. Дед Гецати умел лечить с помощью трав, наложения рук и молитв. Но он не успел рассказать внуку о даре, который передается в их семье из поколения в поколение. Родители заметили в нем изменения, когда мальчику было всего шесть лет. Он потерял сознание во время болезни, которую родители сочли обычной простудой. Диагноз неизвестен, но уже на следующий день Константин вернулся домой здоровым. По словам отца, непосредливого ребенка словно подменили. У него начались видения. Родители часто замечали, как Константин разговаривает с кем-то невидимым духами, о которых он упоминал во время съемок. Во время обучения в медицинском вузе на уроках по патологоанатомии он видел духов людей, которых вскрывал. Они рассказывали студенту о том, какова была их смерть. Конечно, поначалу парень был шокирован, но со временем сумел свыкнуть со своим необычным талантом к общению с умершими. Гицате научился вызывать духов предков, которые и обучили его всем премудростям осетинского колдовства. Они же помогали магу проходить испытания битвы. После переезда во Владе Кавказ духи позвали Константина в горы и надолго замолчали. Пришлось совершить несколько походов, чтобы они наконец заговорили снова. Он узнал, что исчезнувшие несколько веков назад аланские провидцы выбрали его своим преемником. Сестра стала первой, кому Константин рассказал об этом. Она же посоветовала Константину пойти на битву экстрасенсов, посчитав шоу серьезным испытанием для сильного мага. Духи затею сначала не одобрили, но через несколько лет перешли на сторону сестры в этом споре. Ранее никакого интереса к проекту Гицате не испытывал. Он держал свои способности в тайне, об их наличии знали только близкие и родственники мага. Я был врачом до проекта, остаюсь им и на шоу, и буду им. Я прекрасно понимаю, как многие коллеги сейчас смотрят на меня, как на нездорового человека, хотя при этом обязательно плюют через левое плечо трижды и стучат по дереву, чтобы самим не свыхнуться. Все в той или иной мере суеверны, и я понимаю, что не пройдя испытания, могу навсегда остаться для коллег клоуном. Но своих духов я ставлю выше, чем мнения окружающих. Но истинная причина участия в битве экстрасенсов не совет сестры или напутствие духов. Константин хотел найти таких же, как и он, алландских провидцев. Из сотен человек, которые написали ему, таковых оказалось двое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok